Истинное покаяние И у меня на эту тему были две проповеди Об истинном покаянии Первая проповедь была о метанои Помните, да? Греческое понимание, что такое покаяние Что это не «прости, прости, прости» Или «не буду, не буду, не буду» Это не из того, что ты грешишь и каешься Каешься и грешишь, грешишь и каешься Каешься и грешишь Нет, это вообще не про это Это изменение мышления Вторую проповедь я говорил на эту тему О эксперименте Стэнли Милгрэма Помните, где было показано вообще о том Что мы часто не подозреваем, что живет в нас И сегодня я хочу продолжить говорить на эту тему О истинном покаянии, о метанои И давайте откроем послание к римлянам Первую главу Послание к римлянам, первая глава И прочитаем с 18 стиха Я думаю, все знатоки Священного Писания Помните, что вот в этой первой главе Павел рисует картину человечества Я думаю, во многом после вот этого эксперимента После того, как мы с вами разобрали эксперимент Стэнли Милгрэма Эта картина не кажется странной И не кажется преувеличенной И вот смотрите, 18 стих Ибо открывается гнев Божий с неба На всякое нечестие и неправду человеков Подавляющих истину неправдою Ибо что можно знать о Боге явно для них Потому что Бог явил им Ибо невидимое Его Вечная сила Его И Божество От создания мира Через рассматривание творений видимы Так что они безответны Но как они, познав Бога Не прославили Его, как Бога И не возблагодарили Но осуетились в умствованиях своих И омрачилось несмысленное их сердце Называя себя мудрым Обезумели И славу нетленного Бога Изменили в образ Подобный тленному человеку И птицам И четвероногим И присмыкающимся То и предал их Бог В похотях сердец их Нечистоте Так что они сквернили Сами свои тела Они заменили истину Божию ложью И поклонялись И служили твари вместо Творца Который благословен во веки Аминь Потому предал их Бог По стыдным страстям Женщины их заменили Естественное употребление Противоестественное Подобно и мужчины Оставив естественное употребление Женского пола Разжигались похотью друг на друга Мужчины на мужчинах Делая срам И получая в самих себе Должное возмездие За свое заблуждение И как они не заботились Иметь Бога в разуме Кто предал их Бог Привратному уму Делать непотребство Так что они исполнены Всякой неправды Блуда Лукавство Корыстолюбие Злобы Исполнены зависти Убийства Распри Обмана Злонравия Злоречивые Клеветники Богоненавистники Обидчики Самохвалы Горды Изобретательны на зло Непослушны родителям Безрассудны Вероломны Нелюбивы Непримиримы Немилостивы Они знают Праведный суд Божий Что делающие такие дела Достойны смерти Однако не только Их делают Но И делающих Одобряют В принципе Вот картина человечества Мало изменилась За эти две тысячи лет Правда же Вот мы читаем И вполне можно Все это отнести К нашему времени Точно так же Процветают И Всевозможные Сексуальные извращения И убийства И на Каким-то На персональном уровне Людей И на государственном Уровне Людей И преступления Совершаются Постоянно Сплетни Ложь распространяется Так называемые Фейк ньюс Да Ужас Ужасная картина Люди Которым Бог Явил себя В творении Вместо того Чтобы Прославить Бога Вместо того Чтобы его Возвеличить Упали в грех Стали заниматься Нечистыми вещами И создали просто Религию Да Как Павел говорит Изменили славу Божью В образ Это и есть религия Создали Бога себе Такого Какого бы Они бы хотели иметь По своему образу И по своему подобию Очеловечили Ружки-ночки Огуречек Вот и Бог получился у них И вот они Такому Богу служат И как-то с ним Пытаются договариваться Особо не меняя Свою жизнь Ужасная картина Ужасная картина И мы должны помнить Что апостол Павел Все это Адресует церкви И возникает вопрос Хорошо А что же мы Как церковь Должны делать Какое наше призвание Вот в этом Греховном Мире И вот посмотрите Мы переходим Ко второй главе Я напоминаю вам Что разделение Книг священного писания На главы и стихи Произошло уже позже То есть В изначальном тексте Здесь не было Первой и второй главы Просто текст продолжался И вот посмотрите Апостол Павел Продолжает Ту же самую мысль И вторая глава Первый стих И так То есть он как бы Подводит Некую черту И так Не извинителен ты Всякий человек Судящий другого Ибо тем же судом Каким судишь другого Осуждаешь себя Потому что Судя другого Делаешь тоже А мы знаем Что поистине Есть суд Божий На делающих Такие дела Неужели думаешь Ты Человек Что избежишь Суда Божия Осуждая Делающих Такие дела И сам делая Тоже Или пренебрегаешь Богатство Благости Кротости И долготерпение Божье Не разумея Что благость Божья Ведет тебя К покаянию И вот вы знаете С одной стороны Разделять на главы И стихи Это удобно Для изучения Писания Да Мы можем сразу Какое-то место привести И все понимают Где это написано В какой главе Да Но с другой стороны Здесь есть И опасность Все равно Мы как-то мыслим Вот первая глава Закончилась Как будто Первый рассказ Теперь рассказ номер два Вторая глава Потом рассказ номер три Но здесь нет никаких рассказов Вот рассуждение Павла О мире Рассуждение Павла О церкви Рассуждение там Павла Еще о чем-то Это одна мысль И из одного Вытекает следующее И вот когда нарисуешь Вот такую картину мира То невольно В наших праведных И святых сердцах Должно быть негодование И мы видим Как сегодня часто верующие Церковь негодуют На окружающий мир Ой, сколько там всего Развелось И мы очень гневно И жестко обличаем Там ЛГБТ сообщества Гомосексуалистов Там лесбиянок И прочее, прочее, прочее Прямо аж пышем В праведном гневе Как же мир докатился До такого ужасного состояния Что интересно Апостол Павел Когда пишет И так После всего этого Нарисовав эту ужасную картину Мира Говорит А кто ты такой Чтобы судить Других людей Сегодня так популярны В церкви Там Если там Где-то Идут Эти Всякие Марши Гомосексуалистов Верующие Чуть ли там Не до драки доходят Мы против Там Возмущаются И обличают Так вот Драгоценное То, что пишет Апостол Павел Во многом Совершенно Отличается От того Как ведет себя Современная Христианская Церковь Апостол Павел Говорит Но Кто ты Чтобы их Судить Потому что Мы призваны И в этом Суть Евангелия И в этом Евангелие И вот Смирение Христианское Отличается От этой Религиозной Гордыни Когда человеку Кажется Что он Прямо такой Весь Рассветой И он Так ближе К Богу И Бог С ним Общается И он На всех Смотрит Свысока И свысока Всех Начинает Судить Всех Начинает Обличать Всех Начинает Изобличать Не понимая Как смешно И глупо Он выглядит И заметьте Мир Не слишком Реагирует На такие Обличения Потому что Может быть Мир Слабо Разбирается В священном Писании Но в амбициях Отлично Разбирается И они Просто Видят Что это Точно Такие Же Люди Как и Они Такие Же Греховные Такие Же Амбициозные Такие Просто Они Религиозно Высокомерные Вот И вся Разница Что мы Должны Делать Что мы Должны Делать Может быть Мы должны Их там Запугивать Адам Их Запугивать Страшными Вечными Муками Их Запугивать Кричать Им Что Нет Ничего Такого Апостол Павел Не пишет Апостол Павел Очень Интересно Пишет Кто Ты Осуждает Такие Дела Сам Делаешь Что-то Подобное Наблюдай За Собой Если Тебе Не нравится Что там Очень Много Амбиций Посмотрите А что У вас Мало Амбиций Там Что Гордость Есть Или Нечистота А у вас Не бывает Такого Что ли Не бывает Нечистоты Кто Ты Кто Там Их Судит Кто Амбиций Амбиций Начинай Хочешь Поменять Мир Амбиций На Этот Мир Только Одним Путем Как Изменившись Сам Мы можем Показать Им Пример Если Нам Что То Не Нравится Нам Не Нравится Что В Этом В Этом Мир Происходит Там С Институтом Семьи Что Там Увеличивается Количество Разводов Нас Это Может Не Устраивать И Мы можем Прямо Своим Своим Гневным Христианским Пальчиком Тут Всем Грозить Как Некоторые Евангелисты И Проповедники Мы Тут Всем Грозим Мы Всех Обучаем Всех Уму Разум Учим А Давайте Посмотрим Что В церкви Происходит Что Среди Нас Творится Может Скромнее Нужно Быть Ребят Может Быть На самом Деле Самое Главное Да Мы Видим Что Происходит В мире Но Бог Нас Не Призвал Судить Этот Мир Потому Что Только Он Судья Праведный Бог Нас Учит Заниматься Собой Своей Жизнью И Своей Духовной Жизнью Вместо Того Чтобы Всем Кричать И Происходит Страшная Церковь Ничуть Не Отличается От Мира Я имею Формальная Организация Но При этом С Опломбом И Гонором Всех Получает Как Что Делать И Как Кому Жить И Вот Здесь Апостол Павел Показывает Что Ж Ведет К Покаянию Это Не Наш Суд И Не Наш Запугивание И У меня У самого Были Я помню Проповеди В начале Христианских Там Пять Потрясений В аду Я помню До сих Пор Эти Вечи Сейчас Мне Даже Стыдно За Это Что Я Так Говорил Я Так Проповед Потому что Совершенно Не По Христиански Совершенно Не По Библейски Как же По Библейски А Вот Апостол Павел Показывает Смотрите Не Разумея Вот Четвертый Стих Второй Головы Да Пренебрегаешь Богатством Благости Кротости Долготерпение Божье Смотрите Не Разумея Это Очень Многие Люди Не Разумеют Что Благость Божья Ведет Тебя К Покаянию Драгоценные Что Ведет Человека К Покаянию Благость Божья Доброта Вот Что Ведет К Покаянию Не Наши Гневные Осуждения Обличения И Упреги Которые Мы Бросаем Не Наши Запугивания А Благость Божья Ведет Ведет К покаянию То есть Смотрите Божественная Божественная Доброта Божественная Доброта Насколько Много В нашей Жизни Мы Переживаем Этой Божественной Благости Божественной Доброты Да Можно Людей Запогать Запугать Как Вот Тут Если сравнить С воспитанием Ребенка Можно же Ребенка Запугивать Там Ремнем Запугивать И Когда Ребенок Видит Ремень Он Извинится За что Хочешь Так Вопрос Насколько Он Изменится Одно Дело Сказать Ой Папа Не надо Прости Прости Глядя На Ремень Но Какая Там Внутри Происходит У него Метаноия Нет Чисто Внешнее Воздействие Внешнее Запугивание Которое Не Влияет Метаноия Я вам напоминаю Это Внутреннее Изменение Это Внутреннее Преобразование И То что мы Должны Делать Как верующие Люди Мы должны Стремиться Чтобы в нашей Жизни Это Регулярно Происходило И вот В новом Году Открыт ли ты Вот для Этой Метаноии Ничто Иное К ней Не приводит Только Божья Благость Тоже Как только Божья Милость Она Велика Вы понимаете Это не Объяснить Это не Доказать Не Запугать Да Можно Объяснениями Запугивания Как-то Внешне Воздействовать Метаноия Настоящая Она От внутренней Работы Происходит И ты Понимаешь Что Это От Бога Только От Бога Велика Его Милость Один Из Величайших Ученых Семнадцатого Века Французский Физик Французский Математик Механик Философ Блес Паскаль Можно фотографию Его как раз Я приготовил Знаете Это был человек Который Помимо того Что он был Величайшим Ученым То есть Это Вот есть Ученые Как бы Первого порядка Ньютон Среди них Паскаль Величайший Ученый Помимо всего Этого Он Конечно же Интересовался Верой Интересовался Церковью И В его жизни Произошло В свое время Обращение К христианству Он стал верующим И стал христианином Но Все биографы Говорят о том Что Он стал христианином Больше Внешне Он не сильно Поменял свою жизнь Не сильно Изменился И однажды Когда ему Исполнилось И ему Исполнилось 31 год Это была ночь Ноябрьская ночь Он пережил То Что Все биографы Блеза Паскаля Называют Его Второе Обращение Что-то Произошло С ним В эту ночь О чем Долгое время Даже не знали Он взял Кусок пергамента И записал То, что С ним Произошло И те переживания Те откровения Которые он Получил Потом Этот пергамент Он засунул В подклад Своего Камзола И всю Всю жизнь Носил Этот кусок Пергамента Он о нем Никому Не говорил И никто Даже об этом Не знал До определенного Времени И он Никогда С ним Не расставался И только Уже После смерти Его слуга Приводил В порядок Его одежду И там Он нащупал Что-то Под подкладкой Камзола Он достал Этот папирус Там разрезали Достали Папирус И это Оказался Так называемый Меморандум Паскаля Или изложение Его духовных Переживаний Можно показать Фото Вот Меморандум Паскаля И что интересно После этого Жизнь Паскаля После этой ночи Совершенно Изменилась Он изменил Своё отношение К научной Деятельности Он Полностью Отошел От светской Жизни Стал жить Очень Такой Аскетичной Жизнью И Большую часть Всех последних Лет своей жизни Он Так или иначе Она была Сконцентрирована На вере И И на Боге Я вам хочу Прочитать Ну Некоторые места Вот из Из этого Меморандума Вот О том Огне Который он Пережил Некое Ощущение Внутреннего Света Он словно Был озарен Изнутри И вот что Он написал Огонь Такими Большими буквами Там написано Бог Авраама Бог Исаака Бог Иякова А не Бог Философов И ученых Уверенность Уверенность Искренность Радость Мир Бог Иисуса Христа Твой Бог Будет Моим Богом Забвение Мира И всего Кроме Бога Обрести Его можно Только на путях Указанных В Евангелии Величие Души Человеческой Отец Праведный Мир Не познал Тебя Но Я Тебя Познал Радость 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 Слезы Радости Я Разлучился С Ним Бог мой Неужели Ты покинешь Меня Да Не разлучусь С Ним Вовеки Это Есть Жизнь Вечная Да Познают Они Тебя Единого Истинного Бога И посланного Тобой Иисуса Христа Иисус Христос Иисус Христос Просто читаю Как написано В пергаменте Я Разлучился С Ним Я Бежал От Него Отрекся Распинал Его Да Не Разлучусь С Ним Никогда И вот Вы знаете Видно Что именно В ту ночь Что-то Произошло Вот Это и Произошла Метаноя Настоящая Метаноя В отличие От такого Умственного Уверования Которое у него Было до этого Сначала он просто Умственно Уверовал Да Там Принял Какие-то Христианские Принципы И даже Как-то Старался По ним Жить Но то Что произошло Вот в эту ночь С 23 На 24 Ноября Вот Полностью Изменило его жизнь Полностью Изменило его Внутренний мир Это повлияло И благости Мессия Мессия Точно Когда возникает Вопрос Я очень люблю Вот И вот смотрите Смотрите Я ничего Представить Я превратился Встреча с сущим может произойти только когда отбросишь все суетное, второстепенное и доверишься той непостижимой силе, которая создала жизнь, создала нас. Какой-то могучий ветер вдруг вырвет из привычного обыденного и поставит предвечными вопросами, откуда мы явились, где мы были до момента рождения, куда мы уйдем, зачем мы проделываем наш жизненный путь. Человек может обезуметь или в испуге отшатнуться от обступившей его бесконечности, но может и преодолеть испуг, дать сердцу раскрыться, тогда весь мир для него преобразится. И наконец-то все замолкло, как будто то, что вкривь да вкось блуждало где-то долго-долго, внезапно в сердце собралось. И стало сердце вновь единым, как над деревьями закат, и все нашлось в его глубинах, как будто не было утрат. Вот вы знаете, вот то, что она описывает, это может произойти в самых неожиданных местах, при самых, может быть, казалось бы, неподходящих обстоятельствах. Очень просто. Можно увидеть ель всю в дождевых каплях, и эти капли так будут играть на солнце, что ты просто переживешь вот эту метаною, словно Бог ворвется в твою душу и наполнит светом. Можно как Блес Паскаль, который там занимался своими опытами, механикой, физикой, и вдруг в очередную ночь что-то произошло, не так, как он планировал, и огонь наполняет, свет наполняет его изнутри. Этот человек, который всю жизнь там писал формулы, всевозможные математические расчеты, он начинает писать эти евангельские стихи, пишет о радости, о мире. Казалось бы, ну, странные слова для ученого, но мы можем понять, что что-то настолько его переполняло. Словно изменяется взгляд, изменяется все, изменяется мышление, мышление. И жизнь потом совершенно другой, как у Зинаиды Миркиной, у Блеза Паскаля. Сотворите же достойный плод покаяния. Дословно в оригинале написано, сотворите же плод достойный покаяния. Потому что плод достойный покаяния, это новая, измененная, преобразованная жизнь. Потому что когда тут все по-другому, то и поступки начинают меняться. Как мы мыслим, так и ведем себя, так мы и поступаем. И вот что-то вот это происходит, вот это метаноэ, изменение в мышлении. Можно это пережить, когда ты стоишь на коленях и плачешь, и молишься, и каешься. Можно это пережить вообще в молчании, когда ты просто смотришь на Божие творение, на Божью красоту, и ты немеешь от того, что тебе открывается. То есть не так важно, как это происходит, через ель, через ночной мрак или еще как-то. Самое важное, чтобы это было. И вот это изменение, оно приводит ко всему. То есть ты полностью меняешься. Для некоторых людей, вы знаете, вот такое чувство, что для них духовная жизнь, это какой-то такой мирок, который они себе придумывают со своими героями, со своими злыми, со своими добрыми. И вот в этом мирке они совершают какие-то свои виртуальные подвиги. Но эта духовная жизнь совершенно ни на что не влияет. От нее не холодно и не жарко. Настоящее покаяние – это реальное изменение. Ты начинаешь изменяться. И как люди могут понять, что ты любишь Бога? Только если они увидят, что ты любишь ближних. Вот это изменение отношения ко всему в этой жизни и свидетельствует о том, что что-то произошло у тебя внутри. И это совершенно не виртуальные духовные чудеса и там какие-то внутренние изменения, которые ни на что не влияют. Нет, это полное изменение твоей жизни, твоей некой личности, твоего будущего. Все меняется. Твоих отношений с окружающими, с близкими. Не к этому ли нас призывает Господь? И не об этом ли пишет здесь апостол Павел? Говорит, неужели вы не понимаете? Благость Божия ведет к покаянию. Не наше вот это помахивание пальцем, когда мы кому-то грозим и что-то кого-то учим и с кем-то спорим и что-то кому-то доказываем и никак доказать не можем. И мы все что-то друг другу объясняем и объяснить не можем. И что-то пытаемся договориться и не можем совершенно договориться. И все мы как-то это все пытаемся сделать по-человечески. И уже даже не замечаем, что не слишком-то большая разница между тем, кого мы обличаем и нас самими. Не слишком большая разница в наших жизнях. Ну да, тебе не нравится его грех, но ты почему считаешь, что твой-то грех более мил для Бога? Грех есть грех. Почему ты обличаешь другого? Что у тебя в жизни не над чем больше работать? И вот поэтому вся работа, которую Бог совершает, она прежде всего внутри нас. Вот отсюда это все должно выходить наружу. Из нашей жизни, из преобразованных сердец, из измененного нового мышления после метанои. Вот тогда мы будем тем светом Божьим, который будет освещать все вокруг. Не своими поучениями, наставлениями, обличениями, угрозами там, запугиванием всевозможным, а только своим личным примером. Когда мы можем показать, вот я, человек, преображенный Божьим светом. Можешь ли ты так про себя сказать? Вот я. Можешь ли ты так прессать перед миром? Вот я, человек, измененный Божьим светом. Почему часто возникает не только там у католиков, у православных, но и у протестантов, вот эта любовь к всяким мантиям, к одеждам, да? Когда нам не хватает внутреннего преобразования, мы хотим хоть как-то в девушке показать, что мы другие. Потому что как еще люди поймут, что мы другие? Только потому, как мы красиво одеты. А вот в обычном костюме, да, там, футболка, рубашка, джинсы, показать в себе нового человека, показать новое творение в своей жизни, в своих словах, в своих поступках. Можем ли мы это? Я так хочу, чтобы вот этот 2020 год в нашей жизни был вот в этом временем метанои, внутреннего озарения, изменения нашего мышления, которое происходит благостью Божьей. Благость Божья ведет нас к покаянию. Внутреннее изменение, божественная доброта. Давайте сейчас закроем глаза, склоним головы. Вы знаете, насколько важны первые собрания Нового года, когда мы входим в Новый год, как будто новый чистый лист, как Новый год. И этот год, напоминаю, он высокостный, да, 366 дней в этом году. Бог нам дает, уже 5 дней прошло, 361 день еще остается нам. Просто вот посмотри, что ты хочешь, к чему ты хочешь прийти, чего ты хочешь достичь, что ты хотел бы изменить в своей жизни. Многие люди планируют, многие люди планируют год, и мы и так же планируем. Просто посмотри, пред Богом взвесь свои планы, насколько они прославляют Господа, насколько они проявляют Его волю в твоей жизни. Ведь важно не просто что-то напланировать, не просто наставить себе цели и задачи. Важно чувствовать, что то, что ты делаешь, это твое призвание. Бог тебя ведет к этому. Может быть трудно, может быть тяжело, но Дух Божий ведет тебя к этому. Насколько ты можешь сказать, что да, мои планы, цели, это от Духа Святого. Бог ведет меня к этому. Если это не так, то лучше не ставить себе эти планы. Зачем нужно что-то делать, абы что делать. Так хочется действительно развиваться, действительно расти, и чтобы, как в одной песне, и чтобы небо было ближе с каждым днем в твоей жизни. Небо ближе с каждым днем. Всемогущий Господь, мы благодарим тебя за этот Новый год, в который мы входим с надеждой, с ожиданием, с радостью. И самое главное ожидание это проявление твоей благости, Божия. Являй свою благость, и дай наше сердце, Божье, чтобы оно было чутким к твоей благости и милости, чтобы мы не упустили это за суетой, за беготней, чтобы, Бог, мы могли почувствовать твой тихий стук в двери нашего сердца. Господь, мы хотим настоящего преобразования, духовного преобразования, настоящей метанои, Господь, возрождения. благослови мой Бог, чтобы мы не были просто религиозными, злыми людьми, которые с ненавистью смотрят на мир, на жизнь. Я молю, чтобы мы, видя несовершенство, Господь, видя греховность человеческой жизни, мы продолжали любить людей и являть им свет твоей любви, Божия, милости твоей, Господь. Мы не призваны судить этот мир, мы не призваны судить людей в этом мире, потому что ты один праведный судья. Мы призваны заниматься своей жизнью. И я молю, мой Бог, чтобы в этом году мы занимались своей жизнью. Мы занимались, Господь, своими сердцами, Бог, чтобы как можно больше в нашей жизни было этих изменений, очищения от всего ненужного, поверхностного, ложного, фальшивого, Господь. Пускай Твоя благость в этом году ведет нас к этому преобразованию, к этому покаянию, Господь. Благослови. Благослови, Иисус. Дай нам, Бог, чтобы мы так же встретили свою сияющую ель. Чтобы мы так же пережили, когда ты говоришь к нам. И тогда Евангелие становится для нас таким близким, таким дорогим и родным, потому что в этом нуждается наша душа, в этом нуждается наше сердце. Аллилуйя, Иисус. Благослови, Иисус. Благослови, Господь. Я молю, мой Бог, за каждого моего брата, за каждую мою сестру. Я молю за каждого в этом зале, Господь, чтобы этот год был особенным. Мы шагнули в третье десятилетие этого 21 века, и мы хотим, мой Бог, чтобы это было новым началом, духовным началом. Касайся наших сердец, меняй нас, преобразуй Дух Святой. Аллилуйя. Твоя благость, Твоя милость. Я молю, мой Бог, чтобы этот год был наполнен божественными встречами, чтобы мы научились видеть, слышать Тебя, как Ты призвал имеющие уши, дослышат. Я молю, чтобы мы были теми, кто дослышит, что говорит Твой Дух нам, что показывает, куда ведет. Потому что все, вводимые Духом Божьим, суть Твои сыны. Я молю, чтобы мы были вводимы Духом Божьим в этом году. Веди нас, каждого, веди нас. Пускай все неугодное тебе разрушается, а все, что Ты хочешь видеть в нашей жизни, укрепляется и возрастает. Благослови мой Бог. Благослови всю нашу церковь в этом году, чтобы мы были живым телом, не мертвым, живым, настоящим Господь и ищущим Тебя, Бог. Благослови мой Боже. Пускай будет много божественных встреч, особенных встреч, удивительных встреч, преобразующих всю нашу жизнь, Господь. Я прошу, мой Бог, чтобы мы были чуткими, чтобы мы уделяли время молитвам, чтению Евангелий, чтобы мы не погрузились в эту суету и не превратились всего лишь в прихожан церкви. Мы Твои дети, Господь, дети, призванные жить в общении с Небесным Отцом. Я молю, чтобы этот год был год особенного общения каждого из нас с Тобой. годом удивительных молитв. Открой наш разум, чтобы мы, Боже, пережили новое отношение к молитвам, новый взгляд, чтобы для нас молитвы были вот этим местом встречи с Тобой, Господь. Мы хотим как можно больше таких встреч, переживаний, общения с Тобой. Благослови, Господь, Иисус. Благослови, благослови, Иисус. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пускай Твоя благость ведет нам. Мы отдаемся Твоей благости. Мы не собираемся запугивать окружающий нас мир. Мы хотим, чтобы окружающий нас мир увидел в нас свет Христов. Увидел в нас вот эту надежду, чтобы они потянулись к Богу, с Которым мы переживаем встречи. Благослови, Боже. Благослови, Господь, Иисус. Слава Тебе, честь и хвала. Слава Тебе, честь и хвала, Иисус. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Возьми руку ближнего, давайте. Благословение, Господь, да пребудет на каждом из нас. Благослови, мой Бог. Мы одна семья, мы одна церковь, мы один народ, мы одно тело, где Ты глава. И я молю, мой Бог, чтобы наши преобразования отражались на наших взаимоотношениях, чтобы мы, Боже, любили, ценили, дорожили, поддерживали, укрепляли друг друга и изменяли не обличениями, а только личным примером, примером своей измененной жизни. Аллилуйя, Иисус. Хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе, Иисус. Аллилуйя, слава Тебе. Благослови этот Новый год каждый его день во имя Иисуса Христа. слава Тебе, Господь, честь и хвала. Благослови, ласкава Тебе. Олилуйя, слава Тебе. Слава Тебе. Благослови, ласкава Тебе. Иисус. Глога Тебе. Благослови, Слава тебе, честь и хвала, Иисус!